Георгий Алексеевич, мы пришли вас поздравить с очередной годовщиной снятия фашистской блокады с города Героя Ленинграда. Пожелать вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. В день 77-й годовщины снятия блокады с города Ленинграда сотрудники Россотрудничества побывали у блокадников, проживающих в Кишиневе. Их в столице сегодня 15 человек. В эти дни, когда мы отмечаем 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, вручаем памятные подарки, продуктовые наборы блокадникам, проживающим в Кишиневе, благодарным им за их стойкость. И с большой радостью поздравляем их с очередной годовщиной снятия блокады. Юрий Егоров – свидетель тех страшных событий. Мужчина искренне поблагодарил за участие и помощь, оказывая ему не только тем, кто пережил страшные годы блокады, но и всем ветеранам Великой Отечественной войны. Приехал вас поздравить в Российский Центр науки и культуры в Кишиневе. Мы вас с большим удовольствием поздравляем. Спасибо вам большое. Российский Центр – это очень такое важное для нас всех, особенно проживающих, не только блокадников, ветеранов, но и вообще всех жителей. И мы регулярно раньше его посещали, во всех мероприятиях участвовали. Людмила Александрова была ребенком, когда началась война. Затем страшное блокадное время. Женщина вспоминает те события сквозь слезы. Сегодня ее настоящий дом – Молдова. Мне было 6 лет. Через 5 дней началась война. Было плохо, было тяжело. Умирали люди. Было голодно. Мой папа служил под Ленинградом. У нас была дверь со стеклом. И вдруг какой-то заросший страшный дядечка по лицам смотрит туда к нам. Оказался, это мой папа. И он сказал, Фенюшка все продает. Береги себя и Люсю. Очень важно заботиться о ветеранах, о детях войны и блокадниках. Они должны чувствовать нашу заботу каждый день. И день снятия блокады Ленинграда – еще один повод, на этот раз праздничный, проявить эту заботу. Даниила Данилов, Евгений Гуменюк, Акчен ТВ.